Привет, друзья! На связи Виктория Катаченко. И хочу сейчас рассказать про проекты, в которых вам обещают, что вы ничего не будете делать, люди под вас сами будут регистрироваться, и вы будете только зарабатывать деньги каждый день. Такие проекты рекламируют с такими фразами, что это матрица-воронка, что это матрица-перевертыш, что это какой-то там лестничный маркетинг, ступенчатый маркетинг, то есть разные-разные придумывают названия, чтобы привлечь людей, ну и, соответственно, часто обещают, что не нужно приглашать никого, что проект сам дал большую такую, ну, вложил много денег в рекламу, что под вас сами люди будут регистрироваться, и проект будет под вас ставить рефералов, либо там очень активная команда, которая будет под вас тоже регистрации проводить. Очень много таких проектов, вот один из них это 5$, значит, здесь вот я даже зарегистрировалась, стоит участие 5 долларов, меня, можно так сказать, уболтали о том, что здесь есть продукт, который за 5 долларов мы якобы покупаем, ну и дальше это инфопродукт, который там обучение всякое, ну не знаю, в общем, и этот продукт на английском языке, ну его обещают перевести на русском. Ну как бы, когда я вкладывала 5 долларов, я понимала, что никто на какой русский переводить ничего не будет, потому что, ну, мало в это верится, но тем не менее, думаю, ладно, зайду, посмотрю, что там за воронка. 5 долларов как бы, небольшая сумма, но тем не менее. Я бы к этому проекту даже не возвращалась, если бы не обнаружила, что спейсы у меня снимаются регулярно, раз в месяц деньги, то есть я посмотрела в историю, у меня какая-то подписка, оплаты, ну, в общем, 5,5, 5,45 вот с меня снялась. Вот тут вот я зашла, смотрю, ваша подписка, оплата на сумму 5,45 USD завершена. Потом прокрутила вниз, еще одна такая была выплата где-то, ну, короче, месяц назад, но это когда я заходила. Ну, в общем, когда вы куда-то регистрируетесь, и вы там соглашаетесь, галочку ставите, я согласен с условиями, читайте эти условия, потому как было уже у меня такое не раз, что с меня снималось автоматом, потом регулярный платеж какой-то там, обонплата или что-то, не всегда это замечаешь, потому что кошельков не один, и там сумма там не запоминается, ну, допустим, я могу не помнить, там плюс-минус 5 долларов или 10, и, соответственно, так могут, может проект снимать втихаря какое-то время, вы можете не заметить. Но все же вернемся к подобным проектам. Что же мы получили, я получила лично в проекте, в котором обещали, что здесь все будет переливом идти, под тебя и сверху, и снизу, и сбоку, и еще откуда-то. Ну, в общем, это не матрица, а воронка, которая всячески там будет под тебя ставить людей. Значит, ни единого человека за месяц хвостиком под меня система не поставила. Я в этот проект не приглашала людей, потому что, ну, мне как бы неудобно приглашать в матрице, если честно. Я знаю, что здесь можно заработать, я знаю, что я работала когда-то в одной матрице, да, можно заработать, и в таких проектах, там всяких пирамидках, там, типа, там есть какая-то сейчас новое тоже движение на Киви, рубль с Киви кому-то переводишь, потом двоих находишь, тебе тоже по рублю переводят, ну и так далее. То есть, ну, в таких проектах мне как бы уже совсем интересно участвовать и даже неловко туда людей приглашать. Хотя, конечно, там те, кто это делают, активно приглашают, они, да, конечно, зарабатывают. Но верить обещаниям, что под тебя пойдут переливы, я бы вам не советовала. То есть, хотите участвовать в таких проектах, приглашайте людей. Не готовы приглашать? Тогда не верьте, что под вас что-то там, кто-то попадет, и вы получите деньги. Может быть, а, тут еще должна была быть компрессия в этом проекте. И часто, кстати, это слово тоже употребляют в подобных проектах. Компрессия. Вот, сейчас какое-то время пройдет, какие-то пустые ячейки мы сделаем компрессию, и под вас там получится, что попадут переливы. Ну, ребята, ну, в моей жизни уже вот в интернет-проектах, в интернетной такой жизни, да, было несколько компрессий, которые я переживала. Поверьте, да, появляются, может быть, люди, но денег от них не появляется. То есть, просто их можешь видеть, начинать. А потом, ну, вот в следующем месяце, если они проплатят, то вам что-то попадет. Ну, наверное. Мне, короче, никак, на шару никогда ничего не попадало. Скажу вам так. То есть, приглашаешь личников? Да. Не приглашаешь? Нет. И чего мне еще не нравится матрица, потому что все равно находятся люди. Вот пригласила я там двух человек в матрицу, да, они встали и тоже попробовали пригласить, а у них не получилось. Там раз не получилось, два не получилось, и они расстроились такие, и все, мы не умеем, у нас не получается. И начинаешь приглашать под них людей, потому что, ну, им какие-то там деньги капают, но они их вывести все равно не смогут, пока там квалификации не будет, ну, как правило. Или же эти деньги не перекроют затрат. Ну, в общем, специфика такая работы в матрицах, что работать приходится за пассивных. И даже если вас приглашают в активную команду, ну, если там есть там два, три, четыре, ну, там десяток лидеров, и они на приглашают пассивщиков, то все равно эти лидеры, ну, не смогут они вечно за всех работать, потому что матрица имеет свойство расширяться. Вот видите, тут видно, как вот я, потом раз, два, три человека, и все. И пошло вот уже сколько людей. То есть, если вот эти три неактивные, или там, допустим, один активный, и кого-то там еще пригласил, одного, двух, трех человек, а те неактивные, то вот это все приходится заполнять вышестоящим. Вот. И я была в таких ситуациях, когда приходилось заполнять вот эти ячейки, и надолго человека не хватает, потому что смотришь, руки опускаются, потом, как кроме тебя никто не работает, это все только ждут, пока ты за них сделаешь работу, и заработаешь им денег. Нет, с таким успехом я заработаю сама для себя в другом месте. Вот так вот. Значит, еще раз повторюсь, проекты, в которых вам обещают, никого не приглашая заработать вам денег, не верьте. Не будете приглашать, не будете зарабатывать. Никакие компрессии, никакие перевертыши, никакие там еще какие-то слова модные, не помогут вам заработать денег. Кроме как, скайп, и такое позитивное настроение, и вера в проект. Я лично уже таким не занимаюсь, я, ну, вы уже поняли это с этого видео, не буду больше об этом говорить. Выложу я ссылочку на это видео, открою в общий доступ, когда ажиотаж на 5 доллар пропадет, потому что я не хочу никому палки в колеса ставить. А сейчас буду скидывать видео тем, кто меня будет приглашать в этот проект, или подобные проекты, дабы не долго не дискутировать на эту тему в скайпе или вконтакте перепиской. Вот такие вот дела. Итак, с вами на связи была Виктория Котаченко. Я вам желаю трезво мыслить и рассуждать всегда, перед тем, как вкладывать денег. Все, встретимся на ютубе. Пока-пока.